Это один из первых рэмов 2020-го модельного года. Никаких изменений здесь нет. Единственное, вот эту ступеньку они внесли в Bad Utility Group, стоит этот пакет. Здесь у нас защита трансфер-кейса. Она вот у нас как бы тоже достаточно закрывает, но лишь одну часть, которая находится. Ну, как всегда, Longhorn поражает вот своей отделкой, своими вот этими вышивками, инкрустациями. Эти хром-молдинги идут только на Limited. Их вообще ни в каталогах нету, нигде. Нашли мы в течение двух дней и установили ему этот молдинг. 3.6, вот этот Pentastar двигатель, он идет 100% с этой e-torque-системой. Тоже история, WeatherTech до сих пор не делает ветровики на RAM. С оффроуд-пакетом мы не можем получить два старые диски. Они здесь смотрятся гораздо интереснее на Limited. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня у нас день съемок. Часть автомобилей у нас сегодня забирают. Уже увезем мы их в порт. И поэтому мы постарались как бы скомпоновать наши съемки. Сегодня мы снимаем и RAM. Сегодня мы снимаем короткий обзор нового навигатора, авиатора точнее. Вот, ну и давайте по порядку. Первое, что мы вам хотим представить, это уже 2020-й модельный год. Dutch RAM в комплектации Laramie Longhorn. Двигатель здесь 3.6. Это вторая машина у нас с таким двигателем. Мы делали очень подробный тест-драйв на этот двигатель. Представили все его технические характеристики. Поэтому это вы можете найти у нас на видеоканале. Сегодня же мы вам представим чисто, какие аксессуары мы новые поставили на эту машину. Какие сочетания салона, цвета. То есть вот, чтобы вы взглянули. Потому что по-прежнему эта модель у нас очень популярна. Видите, у нас следом идет белый limited RAM. Мы, кстати, тоже включим в этот ролик и маленький обзор по нему, по его аксессуарам. Вот, и сделаем такой комбайн ролик с двумя RAM-ами. Limited и Longhorn. Клиент у нас, кстати, из Ташкента. Он долго выбирал там по цвету, по модели. Единственное, что он понимал, что ему нужен двигатель 3.6. Вот, и в конце концов все-таки мы остановились на белом цвете. Он белый для южных стран, конечно, самый выгодный. Вот, поэтому эта машина буквально сегодня у нас уходит в порт. И на этой неделе его грузят на корабль. И машина уходит у нас в Ташкент, Узбекистан. Так вот, все-таки решился клиент белый цвет. И так как был переходный момент с 2019 на 2020 год, увеличивался срок производства. Мы пытались найти такую машину в наличии, но с двигателем 3.6 в наличии машин действительно мало. Поэтому нам все равно пришлось заказать. И сроки, в принципе, не удлинились. В течение месяца нам эту машину привезли и поставили на склад. Ну и вот, сегодня мы снимаем вам обзор по ней. Сейчас мы расскажем все, что мы на ней установили. Какие-то новые опции, новые фишки. Мы это вам все представим. Но в дальнейшем также сравним его, покажем вам Рем Лимитед. Ну, как всегда, смотрите, если у нас хромированная решетка, мы ставим хромированный спойлер. Это оригинальный аксессуар от Mopara. Очень классно смотрится. Реально выполняет функцию защиты. Вот он где-то практически сантиметра два над капотом возвышается. Поэтому практически вся площадь капота закрывается. от камней, от каких-то насекомых. То есть это классная вещь и смотрится вообще очень-очень органично. Здесь клиент не заказывал бампера в цвет кузова. Наоборот, хотел именно хром 20-го диаметра диски. Почему? Потому что у нас оффроуд пакет. Оффроуд пакет не может идти с 22-ми дисками. Ну и резина здесь у нас стоит all-terrain. Она такая очень шипастая. И поэтому как бы это тоже большое преимущество. Дизайн дисков красиво. Очень интересно смотрится. Такие асфальтового цвета вставки. Ну, в общем, смотрится классно. Вот еще, смотрите, вот этот молдинг хромирован. Мы его буквально 5 минут назад установили. Машина уже завтра отправляется у нас в порт на отправку. И тут клиент очухался, говорит, ребята, у меня нет хромированного молдинга. Эти хром-молдинги идут только на лимитед. Их вообще ни в каталогах нету, нигде. Нашли мы в течение двух дней и установили ему этот молдинг. Очень красиво смотрится. Видите, он раз, два, три, четыре. Четыре секции аж. Ну, и действительно, он добавляет вида. Особенно, если много хрома. Вот зеркала, ручки у нас хром. Так что вот брызговики. Брызговики мы тоже установили. Это WeatherTech брызговики. Кстати, многие спрашивают, что у нас входит в оффроуд пакет. Это усиленный билштейн амортизаторы сюда идут. Сюда идет полностью защита по всему днищу. Защита двигателя, коробки, бензобака, рулевой. Сюда идет контроль движения на спуске. Ну, вот, наверное, и все. Вот основные функции. Так, ну и сюда мы установили Coon Clear. Это самая дорогая модель 100XQ. Многие просят спорт, как на Raptor. Но спорт идет только на Raptor. На такие модели он не идет. Мы еще поставили уплотнитель сюда. И, конечно, когда крышка закрывается, он немножко так его подлипает на этот уплотнитель. Но зато у вас появляется дополнительная изоляция всего кузова. Также мы такой же уплотнитель поставили еще под сам между хунгом и бортом. Что тоже очень-очень хорошо помогает. Здесь, смотрите, у нас новая фишка появилась. Это ступенька. Вот она наша ступенька. Ступенька очень мощная. Это вот 2020 год у нас. Да, хочется отметить. Самое главное мы не сказали. Машина уже 2020 модельного года. Заказывали мы ее в конце июля. Окей. И дилер сказал, все, уже заказ на 2019 год не нет. Идет заказ на 2020 год. И вот эта вот пересменка должна была увеличить срок. Но, в принципе, машина точно так же построилась за месяц. Это один из первых рэмов 2020 модельного года. Никаких изменений здесь нет. Единственное, вот эту ступеньку они внесли в Bad Utility Group. Стоит этот пакет 495 долларов. Что сюда входит? Покрытие кузова, напыление, ступенька, подсветка LED и вот эти рельсы по бортам. Сейчас мы вам все это дело покажем. Сюда мы еще купили, видите, вот такой вот резиновый коврик. Тоже классная вещь, чтобы вам не мыть постоянно этот пол. Вот его сняли, помыли, очень легко снимать. Так, вы видите, ступенька нам очень хорошо помогает и дает доступ. Так, ну вот это вот опция. Ограничитель в кузов. Сейчас я его перелезу, покажу. Тоже очень полезная. Практически все его просят. Видите, он на таких подшипниках ездит по вот этим рельсам. Повторюсь, рельсы входят в Bad Utility Group. Их не надо закупать отдельно. Мы единственное, докупили вот эту вот перегородку. И все, таким образом вы делаете нужное пространство. Здесь, вы видите, уже сразу шли дополнительные резинки для крепления. Ну, в общем, много интересных опций. Сам Кунг. Кунг идет уже с обшивкой ковровой. Здесь же у нас уже стоит тоже лампочка LED. Вот она такая красивая. Здесь стоит защита на окна. Окна у нас открываются вот таким вот образом форточки. Вот. Ну, как всегда, слушайте, у Лира действительно качественные все изделия. Все классно сделано. Все красиво. Все очень-очень органично. Дверь, повторюсь, алюминиевая у нас. Видите, она вообще ничего не весит. Еще внутри амортизаторы. То есть она не шлепывается. Хорошо открывается. Так, и Кунг. Вот тут вот у нас стоят защелки. Закрывается он тут с двух сторон. И здесь, естественно, вы можете закрыть его на ключ. И тогда его не откроют. Очень все красиво. Все стекла без рамок, без дополнительных резинок. Что сзади, что по бокам. Все вот как новый автомобиль. Бывает, поставишь на новый автомобиль. Древний Кунг и все. Это сразу все портит. Здесь же все очень-очень органично. Оба выдвинулись. Оба сложились. Но, как всегда, стандартные ветровики на стекла. Ветровики тоже история. Везертек до сих пор не делает ветровики на рам. Мы покупали более дешевые ABC фирмы. Но они вообще левые. Они начинают отваливаться, выпадать. И все, качество вообще никакое. Вот в этот раз мы уже поставили ветровики мапаровские оригинальные. Очень тоже хорошо смотрится. И вроде все достаточно качественно. Здесь у нас, повторю, стоит базовый 3.6 двигатель. Это литовообразная шестерка. И он уже как бы идет с E-Torque системой. То есть, если мы берем восьмерку 5,7 Хэми, то у вас есть выбор, взять его с E-Torque системой или без. А 3,6, вот этот Pentastar двигатель, он идет 100% с этой E-Torque системой. Вот он, тут его не видно. А, вот он. Что это такое? Это новый стартер-генератор с мотором, который аккумулирует энергию и ее также использует и раздает. Сзади стоит за сиденьем 48-вольтовая батарея, которая набирает эту энергию при торможении. И при старте, когда вы стартуете с нуля, вам E-Torque дает дополнительно в 3,6, это 90. Если это в метрах, это порядка 100 метров ньютонов на крутящего момента. Вот что дает E-Torque. То есть, для чего это используется? Ну, как говорят производители, во-первых, 10% экономия топлива. Ну, и во-вторых, как бы у вас ускорение получается быстрее и лучше. И также он, ну, как бы раньше стартовать начинает. Говорят еще, что коробка лучше работает, но это, опять же, не подтверждено. Но вот, как бы, вот эта система существует. Она стоит, это такой же двигатель идет на Jeep Wrangler. 100% точно такой же и точно с такой же системой. Отказаться от него нельзя. 3,6, почему берут люди? Во-первых, он действительно достаточно мощный. Когда на нем едешь, абсолютно не чувствуешь какой-то недостатка мощности. Посмотрите наш видеообзор. Наш тест-драйв такого двигателя. Мы и на Jeep ездили, и на Remy ездили. Вот, ну, и во-вторых, вам гораздо легче потом по таможне. То есть у вас меньше платежи. Особенно, если вы его возите там в Россию, либо вот как этот идет в Узбекистан. Реально люди экономят. Здесь у нас клиент заказал вот такой вот коричневый цвет. Долго он тоже выбирал, решался, но вот решился на таком коричневом цвете. Очень красиво все, в принципе, смотрится. Органично и отделка, и сиденье. Сиденье, вы видите, таких двух тонов. Здесь более бежевое, здесь более темное такое. Ну, как всегда, Longhorn поражает вот своей отделкой, своими вот этими вышивками, инкрустациями. Это не перестаешь удивляться. Вот мы докупили ему вот такие вот коврики. Смотрите, они очень хорошо защищают все места, на которые потом попадает грязь, снег, соль. Вот, ну а сзади вот здесь оригинальные такие коврики на лето с фирменными логотипами Longhorn. Здесь мы вам все покажем внутри салона, что у нас сзади. Сзади мы тоже ничего не делали. Точно так же поставили коврики. Ну, опять же, вы видите, сколько сзади места для пассажиров. Это опять всегда, всегда радует и поражает. Так, вот такие вот сиденья с пряжками. Это тоже стиль Longhorn. Панорамная крыша. Сейчас мы вам покажем, кстати, Windows-стикер. Автомобиль, цена машины 66 560. Максимум, что может быть, со всеми RM-баксами, с 22-ми колесами. Лимит, это 70 тысяч с небольшим. То есть, это практически максимум. Вот, вы видите, это Longhorn 3,6 двигатель. 3,6, повторюсь, базовый двигатель. За него нету до оплаты никакой. Хорошая шумоизоляция, вы слышите. Вот мы сейчас на холостых. Двигатель практически не слышно. Здесь все, что необходимо. 12-дюймовый дисплей. Harman Kardon музыка. 19 динамиков. Пневмоподвеска. То есть, здесь машина, в принципе, укомплектована на... Вот, вы видите, можете сенсорно управлять температурой. Немножко жарковатым. Панорамная крыша, это тоже опциональная вещь. Красивая отделка, опять же, повторюсь, всегда очень-очень радует. Смотрите, это кожа. Это вот, смотрите, вставки такие, тоже кожа. Очень красиво. Это дерево. Это под бронзу. У нас идет и под алюминий. Я думаю, что это пластик, но все очень красиво. Этот черный пластик под пиано дерево. Здесь тоже руль с деревянной отделкой. В общем, повторюсь, не перестаем удивляться качеству-качеству этого автомобиля. Смотрите, вот это все, все дерево. Вот это дерево. Очень-очень все красиво сделано. Так, что еще мы сюда поставили? Это поставили гудок. Клиент просил этот гудок паровоза. Не просил сам огромный. Но сейчас мы вот давайте его попробуем использовать. Гудок у нас выведен на отдельную кнопку. То есть, штатный сигнал сохраняется. Ну, а когда надо кого-то уже конкретно купугнуть. Вот такое. Громко достаточно. Супер. Еще дополнительных вещей, как всегда у нас клиенты просят. Это фаркоп. Наш алюминиевый. Универсальный, то есть регулируемый фаркоп. Это раз. Это замок для фаркопа от той же компании WeightSafe. Два. Два салонных фильтра. Два масляных фильтра. И два воздушных фильтра. Это первое ТО на 8000 миль делается. Так что, в принципе, очень быстро могут они понадобиться. Пока еще, особенно на двигатель 3.6, это не очень распространено. Поэтому мы практически каждому клиенту это тоже докупаем. Ну, вот такое дело. Дело. Все. Новый Dodge Ram. Это комплектация Limited. Вот, немножко давайте историю его покупки расскажем. К нам обратился клиент с Москвы и сказал, что я хочу вот такой ТРЭП. Обязательным для него условием было это отсутствие и торка, то есть двигатель обычный, стандартный 5.7 Heavy V8. Он ни в коем случае не хотел и торк. Вот. Уже пошел с августа месяца 2020 модельный год у этих автомобилей. И мы планировали эту машину пустить заказ. Как только мы разместили заказ у дилера, собрали, сконфигурирули вместе машину, отправили к дилеру на заказ. Первое, что он прислал, я не могу заказать Limited без и торка. Действительно, сейчас очень поменялась политика у Рэма. И что Limited, что Laramy Longhorn, они уже не дают без и торка. То есть эти машины идут только с и торком двигателя. Следующая позиция, это просто Laramy. Там уже есть возможность заказать обычный Hemi, либо с и торком. Но, опять же, там тоже есть свои ограничения. Например, второй апгрейд пакет вы не можете заказать без и торка двигателя, потому что следом у нас идет такой же Рэм. Мы заказывали, очень намучились. Но, как говорится, пришлось отказаться от апгрейд пакета. Итак, вот этот автомобиль мы купили, потому что в 2020 год мы уже не могли заказать Limited без и торка. И мы стали смотреть на рынки машины, которые подходят под наши параметры. У машин это практически в максимальной комплектации. Все, что возможно, здесь и есть абсолютно. Единственное, нет оффроуд пакета. Но это и к лучшему, потому что без оффроуд, с оффроуд пакетом мы не можем получить 22 диски. Они здесь смотрятся гораздо интереснее на Limited. Поэтому мы от него, в принципе, отказались. Все остальные параметры мы выдержали. То есть клиент хотел обязательно Рэм-баксы. Клиент хотел 392 передаточное число. Клиент хотел блокировку дифференциала. Это вот такие вот вещи, которые не входят в стандартную комплектацию. Мы ему подобрали именно в такую машину, именно в этом цвете. Без и торка. Почему мы вам показываем этот Рэм? Потому что здесь мы добавили кое-каких аксессуаров, которые всегда интересны нашим зрителям. Ну и опять же, Рэм в Limited в белом цвете у нас первый раз. Хотя белого цвета у нас это, наверное, самое популярное на заказ. Вот. И его мы покажем вам. Сделаем небольшой обзор. Обзор установленных аксессуаров. Ну и опять же, вы видите, как бы, основные позиции, которые мы экспортируем. Это вот в Wrangler. Очень интересный будет проект. Двухдверный Wrangler. Он сейчас пришел с завода, только буквально вчера. И скоро мы его подготовим, покажем, что у нас получилось. Будет очень супер проект. Следите за этим тоже у нас. Ну а дальше авиатор и Raptor. Raptor это уже 17-го года. То есть он трехлетний, проходной, 3,6 евро таможня за кубик. То есть красивая таможица. Короткий Raptor тоже у нас свой на него тюнинг-проект. И отправка клиентов в Беларусь. Ну а теперь вернемся к нашему Рэму. Давайте начнем наш обзор короткий. Все стандартно, как у Лимит. Это новые фары полностью LED. Хромированные, видите, буксировочные крюки. Датчики парковки спереди-сзади. Здесь мы установили, вы видите, вот этот очень популярный хромированный дефлектор. Термопаровский оригинальный. Очень классно смотрится. Он полностью повторяет контур. Это ну как будто он так и стоял. Ну и выполняет свою защитную функцию точно так же. То есть классная, полезная и популярная вещь, аксессуар. Дальше, как всегда, мы установили брызговики на машину. Это WeatherTech у нас брызговики. Само лучшее они, конечно, смотрятся. На Limited комплектации очень интересно. То есть, опять же, на зиму можно поставить меньший диаметр, 20-18, с более высоким профилем. Вот эти хромированные молдинги, мы говорили, что это прерогатива, только лимит. Это никому больше они не ставят, даже Laramy Longhorn. Но мы заказывали и устанавливали буквально на предыдущем Laramy. Такие же и без гравировки лимит. Дефлекторы на окна. Прежде мы покупали более дешевые AVS, но они некачественные, плохо держатся в проемах. Это оригинальные мопаровские аксессуары. Вы видите, вот этого барана голова тут висит. Классно, они in-channel, то есть они не клеятся, а встраиваются в канал. Вот этот проем окна. И очень хорошо, крепко держатся. Вот это вот здесь они классно обыграли все. То есть широкие классные ветровики. Вот сейчас только такие мы ставим нашим клиентам. Так, ну вот они, знаменитые рембаксы, они уже открыты. Мы уже показывали не раз. Здесь у нас розетка. А розетка, она не все время активна. Чтобы ее активировать, надо нажать кнопочку в салоне. В темноте она с подсветкой такой красивой идет. Здесь, вы видите, такая прокладка стоит резиновая. То есть она полностью влагонепроницаемая, влагозащищена. Здесь у нас подсветка тоже вот тут стоит. То есть в темноте вот открывается, подсвечивается все пространство. Единственное, что мы забыли клиенту предложить разделители в рембаксе. Вот такую опцию, он очень, это было тоже обязательное требование. Кузов у нас здесь стандартный, 5,7 длина, короткий. И он хотел крышку, естественно, небольшой выбор крышек на рынке для кузова с рембаксами. Эта крышка, вы видите, идет уже под лейбой MAPAR. Оригинальный аксессуар. Ну, все качественно выполнено. Машина нам стоила это с этой крышкой больше 71 тысячи. Вот в этой комплектации максимальной. С дисками, с панорамой, со всеми делами. Так, она у нас складывается. Приобрели коврики, тоже коврики оригинальные MAPAR. Очень классные коврики, повторяют полностью все контуры вашего салона с берегами. То есть зимой снег, соль, все остается в ковриках. Вот они, передние и задние там. Кому-то уже сложен. Так, смотрите еще, какую мы ему установили подножку. Вот она, подножка. Подножка тоже оригинальная. Только недавно эти подножки стали появляться у дилеров. То есть они анонсировали их достаточно давно, но все они были на бэк-ордере. То есть покупаем машину, клиент хочет подножку, подножку купить не можем. Автомаркет-производители еще не успели эти подножки запустить на новый РЭМ. И как бы не могли поставить предыдущим клиентам. Сейчас это не вопрос. Опять же, для 2019 года нам пришлось ее купить. Несмотря на то, что здесь уже в пакете есть Бэд Утилити Групп. С 2020 года подножка уже входит в Бэд Утилити Групп автоматически. И ее покупать дополнительно не нужно. Так, что в Бэд Утилити Групп у нас ходит? Это вот такой разделитель кузова. Хотя он, я думаю, должен идти с рэмбаксами. Мы уже вам его демонстрировали не раз. Это коврики назад. Смотрите, тоже удобно. Они полностью заходят туда под сидение. И они раздельные. То есть, если вам надо вытрахнуть один из них, как правило, всегда задний коврик сплошной. Приходится вытягивать его весь. Здесь же достал половинку и вытрахнул. Этот разделитель вы можете поставить, как вы хотите. Вот они, видите, вот такие вот деления здесь на кузове. И вы можете, как вам удобнее, разделить. И также он выполняет функцию... Сейчас вам покажу. Также он выполняет функцию Бэд Экстендер. То есть, мы его ставим вот сюда. Мы не будем уцеплять. Здесь он прицепляется. И таким образом вы уже удлинили ваш кузов. И у вас стоит защита. Ну, вот так все, в принципе, хорошо она закрывает. Это крышка. Уплоднители резиновые вроде качественные, но все прилегает. Мы немножко лишь отрегулировали. Ну и красиво смотрится. Вот, смотрите. Все вы знаете, это компания Духа, которая ставит... Мы практически в каждый Раптор ставим такой ящик. Вот, в Рэм мы это никогда не делали. Ну, и вот тут предложили клиенту. Он заинтересовался. И вот такой вот ящик мы поставили в Рэм. Тут, конечно, гораздо больше пространства уже нам дается для... У Рэма есть в стандарте своя такая полочка небольшая, откидывающаяся. Но этот ящик серьезно как бы дал пространство. Так, что еще? И вот купили мы клиенту вот такое прицепное. У него действительно большой катер. Мой-ка ему, кстати, покупали вместе с машиной еще и прицеп для лодки. Вот. И вот такой вот серьезный уже купили ему прицепное с шаром для перевозки лодки. И это замок для него же. Так, как вы знаете, в оффроуд пакете все защиты стоят в стандарте. А без него, смотрите, что идет в стандарте. Вот это защита бензобака. Крепкая стальная защита как бы закрывает весь ваш пластиковый бензобак. Это хорошо. Здесь у нас защита трансфер-кейса. Она вот у нас как бы тоже достаточно закрывает. Но лишь одну часть, которая находится ниже всего. Вот эта часть уже как бы открыта. То есть, если же вы где-то налетели на камень, и камень выступает, то у вас есть шанс эту вещь ударить как бы крепко. Что еще бы не мешало бы защитить, это наша саму коробку передач. Вы видите, она как бы здесь балка у нас стоит. Здесь у нас стоит подрамник для двигателя. И как бы они, в принципе, на ровном защитят. Но опять же, если, не дай бог, камень, то мы сразу вот поддон нашей коробки ударяем. Здесь же, видите, тоже идут линии две. Вот они здесь и здесь металлические, а почему-то посерединке они резиновые. Здесь встали такие пластиковые как бы кожухи, но все равно особо они сильно не защищены. Вот это как бы сюда не мешало бы защита. Она напрашивается. Опять же, я думаю, что когда у нас будет с оффроуд пакетом машины, мы точно так же поднимем и покажем. Защита довольно-таки мощная. Это сталь. Сталь, по-моему, она где-то, наверное, миллиметра полтора толщиной миллиметров. То есть, она выполнит свою роль вполне. Вот, и эту защиту можно купить, причем не целиком, а по каждому кусочку можно купить, подобрать. Я думаю, даже на Limited это можно купить и установить. Так, ну, пройдемся дальше. Здесь у нас передний дифференциал тоже защищен. Весь двигатель, его поддон уже находится за ним и как бы за нашим подрамником. Поэтому он тоже, в принципе, достаточно защищен. Ремни открыты для всяких брызг, грязи. Но тут, как говорится, тоже не мешала бы какая-то пластиковая хотя бы защита для этого. Так их, в принципе, повредить тяжело. Ну, и вот эти тросы. Ну, вот такой вот у нас вид снизу. Так, друзья, вот у нас как бы постоянно идет вопрос, запрос по поводу автомобилей из Канады и, в частности, ремов. Да, мы, опять же, то, о чем мы говорили, руль у нас здесь не электрическая, а механическая регулировка. Люди говорят, мы хотим, чтобы показатели были в километрах. Ну, смотрите, у нас центральный дисплей, он полностью электронный, и вы спокойно делаете скорость себе в километрах в час. Также шкала приборов у нас дублирована, и километры, и мили здесь выставлены. А сзади у нас поворотники точно так же желтые, соответствующие стандартам на европейском. Здесь вы также все величины переведете в Цельсии, возможно, перевести. Радио, ну, опять же, при перепрошивке головы на русский язык меняется, и радио становится с четными частотами тоже. Так что, в этом плане, что канадская, что американская версия, совершенно ничем не отличаются, абсолютно. Многие считают, что существует какое-то северное исполнение для Канады, это совершенно не так. Все машины делаются на одном заводе, и все машины подготовлены одинаково совершенно. И здесь, в Америке, есть штаты ничуть не теплее, чем в Канаде. Это Миннесота, это тот же Вискансин, Норс-Дакота, там тоже очень холодно, поэтому машины готовы к этим всем холодам. Так что, вот, что касается заблуждений. Ну, и салон, вы видите, здесь стандартный черный салон. Клиент, конечно, хотел, чтобы у него были верх такой светло-светло-бежевый, но вот это мы уже не смогли ему найти, потому что, я говорю, очень-очень много всяких пунктов, которые он хотел, и пришлось чем-то жертвовать. Ну, в данном случае мы пожертвовали цветом салона. А так, в принципе, все мы сделали так, как нужно. Дорогие друзья, с вами была компания Автобазар. Мы вам предоставили очередной обзор на новый Dodge Ram в комплектации Limited с Ram-баксами и со своим каким-то дополнительным апгрейдом. Если вам интересна покупка нового Ram либо любого другого нового автомобиля с рынка из США или Канады, пожалуйста, обращайтесь. Все контакты в описании, и мы вам предоставим максимально конкурентные условия поставки этого автомобиля в любую точку мира. Ну, и подписывайтесь на наш видеоканал. Спасибо за ваше внимание и всего доброго!